МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас находятся в городе, которые необходимо благоустроить, чтобы на них было комфортно находиться, отдыхать. В прошлом году мы уже одну территорию обустроили по этому проекту. Это набережная реки Амур от улицы Святительной Иннокентия до улицы Пионерской с устройством детской площадки. И теперь эта территория пользуется большим спросом у горожан. Плюс мы в этом году на Масленицу проводили презентацию уже тех территорий, общественных городских пространств, которые попали у нас в бюллетень рейтингового голосования. Мы 7 территорий отобрали. Жители могли посмотреть, оценить, могли внести свои дополнения, могли подсказать, какие нужные элементы внести и так далее. И это было принято специалистами администрации города. Проекты эскизные были доработаны, и сегодня они размещены на сайте города Благовещенска в разделе благоустройства городских территорий. То есть каждый житель города может зайти на сайт, посмотреть, оценить, внести дополнения какие-то, то, что он считает необходимым для этой территории, для этого общественного пространства. И мы проводили конкурс детского рисунка, и он получился настолько интересным, когда подводили итоги, было видно, что дети неравнодушны городской среде, что они несколько видят город наш по-другому. Те элементы, которые находились в их рисунках, мэр города рекомендовал управлению архитектурой городостроительства сходить, ознакомиться, посмотреть, и что-то, может быть, внести при разработке эскизных проектов. Это все обобщили, и в управлении были разработаны эскизные проекты. Семь территорий выбраны для включения в бюллетень рейтингового голосования. Это сквер около магазина ОТДО, это сквер Бабочка, это парк Дружба, это площадь Ленина, это сквер в районе старой мебельной фабрики, это сквер по переулку Крестьянского между улицей Мухина и улицей Комсомольской, это сквер новый, который мы разбили в прошлом году по улице Зеленая 30, это 800-й квартал. За Чигиринкой туда жители предложили расширить несколько этот сквер. Наши архитекторы города, администрации города поддержали с площадкой для выгула собак к реке Чигиринка. Проголосовать можно будет 18 марта на избирательном участке. Мы открываем пункты для голосования, открытого голосования, где будут размещены все эскизные проекты общественных городских территорий, которые вошли в бюллетень рейтингового голосования. Будет бюллетень с этими территориями, будут находиться урны для голосования, для того, чтобы каждый житель города мог высказать свою общественную позицию по отношению к той или иной территории. Голосовать за общественную территорию можно будет с 14 лет. Старшеклассники, которые также высказывали свои предложения по благоустройству общественных территорий, они могут прийти и проголосовать за ту территорию, которая им по душе, которую бы они хотели, чтобы она была благоустроена на территории города. Специалисты, которые будут находиться, они будут готовы дать консультации по каждому эскизному проекту. Они будут готовы рассказать, как проголосовать. Владимир Александрович, спасибо за исчерпывающий ответ. А нашим телезрителям я напоминаю, что задать свой вопрос городским властям может каждый на аккаунте администрации Благовещенском Инстаграм, позвонив по телефону в телекомпанию «Город» или просто написав нам по электронной почте. Это был «Вопрос недели». Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова